Ни для кого не является секретом, что злейшим врагом абсолютно любой стали является коррозия. О простом и доступном способе защиты от этого самого врага мы сегодня и поговорим. В качестве подопытного я буду использовать вот такой ключ времен Советского Союза 14 на 12. Хром ванадиум. Добавление хрома слегка препятствует возникновению коррозии, но не является панацеей. Считаю верхом невоспитанности оставить ключ в том состоянии, в котором он есть. Поэтому слегка пройдемся металлической щеткой. Для удаления загрязнений и заодно для обезжиривания прохожусь ветошью с моченой растворителем. Ну и самое главное, стаканчик утренней мочи, шучу конечно же, это растительное масло. В моем случае масло подсолнуха. Наша задача это масло вскипятить. Делать это нужно очень аккуратно, поскольку можно нанести себе ожоги, очень сильные. Прокипятим буквально пару минут, этого будет достаточно. Не сложно догадаться, что этим самым маслом мы покрываем нашу стальную деталь. Можно горячим, можно дождаться пока это масло остынет. В принципе это не принципиально. Прошло ориентировочно двое суток. В чем суть данного метода? А суть в том, на ключе это не очень видно, а суть в том, что растительное масло высыхает, образуя очень прочную пленку, которую невозможно соскрести ничем, не только механически. Не знаю видно или нет, я для интереса, для наглядности покрыл кусок стали, окрашенный, и вот растительное масло начало постепенно высыхать, и образовалась эта самая пленка. Да что там говорить, вспомните обыкновенную сковородку, как ее сложно очистить после использования подсолнечного масла. Этим секретом поделился один мой знакомый, сосед по гаражу. Он этим маслом покрывает днище своей таврии. Говорит, гораздо лучше, чем промышленные антигравии и прочие мастики. Но посрам, пока.